239 выпуск журнальной серии автолегенды СССР и соцстран. Этот автомобиль по имени Nami 013 поражал современников своим футуристичным внешним видом. Ещё бы, ведь с конвейеров отечественных автозаводов сходили «Москвич» первого поколения, «Победа» и «Зин». Больше сравнивать особо было нещим, разве что с трофейными и американскими поставленными по ленд-лизу автомобилями, но те были с кузовами 30-х годов. А это современная обтекаемая капля абсолютно футуристического внешнего вида. Работы над заднемоторным автомобилем среднего класса вагонной компоновки в Nami начали в конце 40-х годов под руководством Юрия Ароновича Долматовского. Можно по-разному относиться к этой личности в автомобильной истории отечества, но то, что она знаковая и очень крупная, это совершенно однозначно. Ходовой опытный образец этого автомобиля увидел свет в 1952 году. Однако серьёзнейшие проблемы с конструктивными недочётами и недоработками и по конструкции узлов, и агрегатов, и по кузову привели к серьёзной переработке этого автомобиля, и в 1953 году машина приняла тот вид, который и постарались изобразить китайские товарищи для журнальной серии «Автолегенды СССР». Надо отметить, что Nami 013, несмотря на то, что это лишь опытный макетный образец автомобиля, который не пошёл, да и не мог пойти в серию в Советском Союзе в 50-х годах, автомобиль при этом хорошо знакомый каждому отечественному автолюбителю. Он красовался на обложках журналов, на плакатах в автошколах. Nami 013 попадал в каждую советскую книгу, посвящённую истории автомобилестроения. Поэтому автомобиль, давным-давно разрезанный на металлолом, знаком всем и каждому. И, к сожалению, китайские товарищи, делая масштабную его модель, накосячили, как всегда, по полной программе. С одной стороны, форму кузова Nami 013 сложно не узнать. Даже если в ней были бы серьёзнейшие искажения, всё равно автомобиль настолько самобытный и необычный, что не узнать его нельзя. Но при этом в деталях китайцы совершенно точно не стали разбираться. У автомобиля Nami 013 есть два устоявшихся канонических образа. Это ранняя машина образца 1952 года с круглыми дефлекторами вентиляции на задних крыльях и хромированными бамперами. И поздний автомобиль, когда в бампер переехали половинки радиатора, а дефлекторы задних крыльев исчезли. Китайцы пытались сделать позднюю версию этого автомобиля, но она отличалась от ранней ещё и дырными проёмами, которые заходили на крышу. Об этом нюансе китайский производитель забыл. Журнальчик — это единственное утешение собирателю, который отдал за этот выпуск свои кровные 650 рублей. Машинка не очень удачная, её надо допиливать, зато в журнальчике Николай Марков подробно и связано рассказывает историю создания Nami 013, его модернизации и доработки. И что самое интересное и важное, очень подробно рассказывает обо всех конструктивных недостатках и просчётах, допущенных при разработке и постройке этого автомобиля. Это познавательное и полезное чтение для любого собирателя, увлечённого историей отечественного автомобилестроения. Следующий выпуск у Дэгостини снова не получился, но мы его поразглядываем в следующий раз. Ну а на Nami 013, ставший 39 выпуском журнальной серии «Автолегенды СССР», на самом деле был советской автомобильной легендой. О нём знали, и по рисунку Александра Николаевича Захарова, и по каноническим чёрно-белым рисункам автора дизайна этой машины Юрия Ароновича Долматовского, она запала в душу многим, и самые увлечённые собиратели какое-то время назад получили таки возможность поставить на полку хорошую масштабную копию этого автомобиля, изготовленную кустарным способом, небольшим тиражом, но при этом соответствующую оригиналу. Правда и стоят эти неплохие масштабные модели на порядок дороже журнальных изделий. На Mi 013, выпиленную китайскими товарищами по заказу Дэгостини, можно считать заготовкой для переходного варианта этого автомобиля. Такой тоже был, с дверями как у модельки Дэгостини, но с луврами воздухозаборников на задних крыльев. Их добавить всё-таки проще, чем перепиливать кузов или пытаться обозначить расшивку дверей на крыше этого автомобиля. Так что в качестве заготовки для самостоятельного изготовления масштабной модели, более или менее соответствующей реальному прототипу, это китайское изделие рассматривать всё-таки можно. Но это для тех собирателей, у которых есть необходимые навыки, инструменты, желания и, что самое главное, время. Для всех остальных это масштабная модель по мотивам хорошо известного и легендарного советского автомобиля. Если не вникать глубоко в нюансы и в отличие машин 52-го и 53-го годов, то эту китайскую масштабную модель вполне можно поставить на полку, на Mi 013 в ней вполне узнаётся. Можно посетовать на не очень удачные хромированные колёса, на жуткие дворники, но с полуметра всех этих деталей уже не видно. И на полке на Mi 013 будет виден, заметен вашим случайным гостям, они будут показывать пальцами, спрашивать, что это за странный автомобиль, а вы будете со знанием дела рассказывать про великую историю отечественного автомобилестроения. Спасибо, что досмотрели до конца и на этот раз. Пишите в комментариях, купили вы это изделие под номером 239 или нашли в себе силы пройти мимо. Найдите в себе силы поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, если не сделали этого раньше.